Добрый день, дорогие мои! Я продолжаю разговор о свойствах души, так можно его назвать, потому что мы с вами остановились там в беседе у Бани о том, что душа управляется умом нашим. Ум использует три силы души, то есть живительную, созерцательную или молитвенную силу. Но есть ещё одна сила души, которую тоже надо всё время рассматривать и иметь в виду. Иметь в виду. И это сила веры. Причём, если мы с вами разбираемся в Евангелии и пытаемся осознать, а как же нам что-то даётся в отношении с Господом, то мы всегда с вами приходим к этому выражению из Евангелия, к этому этим словам из Евангелия, что всё по вере твоей. По вере твоей. И что если бы была вера твоя смаковое зёрнышко, то сказал бы горам, и они бы передвигались. То есть вот так Господь оценивает силу веры величиной смаковое зёрнышко. Смаковое зёрнышко. И что мы тогда должны осознать о своей вере, которая у нас какой величины. Если мы не о каких горах, мы там, можно так сказать, стакан-то передвинуть, не решимся силой веры своей, не то что горы. Хотя надо сказать, что это, конечно, такое образное мышление, и люди передвигают горы. Передвигают силой веры своей, силой воли своей, пробивают в них туннели, срезают эти горы, насыпают эти горы. Но в конечном итоге, если мы осознаем, что это делают верующие люди для своего и для Божьего комфорта, для того, чтобы развитие своё христианское иметь, то вот это и есть сила веры. Ну, это так образно говоря. Но на самом деле, как можно ли оценить свою силу веры? Какая она может быть у человека, и кто её может оценить? И мне сегодня совершенно случайно попался ролик о том, что в Ливии 22 местных жителя были обезглавлены вот этой запрещенной у нас организацией ИГИЛ на берегу моря. И вы помните эти страшные кадры, как их в оранжевых костюмах выводят и отрезают им головы. И я-то увидел в этом ролике, что корреспондент показывает памятник им, поставленный в их селение, над ними Христос, они так вот здесь стоят, и их уже в своём селении считают святыми. И я не знал вот всей истории, как это всё на самом деле было, и когда говорили, что вот они за веру свою, что вот их так вот обезглавили. Честно говоря, когда я, в общем-то, в определённой степени сомневался, думаю, ну что там, взяли каких-то пленных, отрезали и говорят им, что нам, что это за веру сделано, за христианскую. А сегодня услышал эту историю этой корреспондентки, которая рассказывает реально, что их, оказывается, реально предложили признять мусульманство, а не копты, и им бы сохранили жизнь. Причём пять раз их выводили на этот берег, вот в такой позиции, приставляли к ним и оружие, и ножи к горлу. То есть они на пятый раз были казнены, а четыре раза они все вытерпели. Они все вытерпели, они не предали своей веры, они остались христианами. Хотя я вас уверяю, что если бы они сделали вид, что перешли, а потом опять вернулись, никто бы их особенно не осудил. Но вот какая же вера у простых жителей и у простых, значит, коптов оказалась, что они согласились, как сорок, помните, мучеников севастийских, принять смерть за Христа в 2015 году. Какая у них сила веры? Какая у них сила веры? И вот здесь-то я должен сказать, что, конечно, вот это абсолютно бесконечная сила веры, что ты знаешь, что Христос тебя примет в Царстве Твоём, что ты знаешь, что Его преду... И это гораздо выше, чем горы передвигать. Но самое главное – это вера, которая не на словах, а на деле. Вот проверенная таким образом, она в них показывает самую высшую силу, что за Христа, за отношения с Христом мы готовы жизнь свою отдать. И... А дальше вот как? Вот если это высшая степень такой вот святости или сила веры у людей есть, то как определить, а какой уровень у тебя, твоей веры, где вот этого макового зерна, она у тебя исходит до бесконечности, уменьшается до бесконечности. Будем считать, что у кого-то не маковое зёрнышко, а ещё меньше или ещё меньше, но ведь она может вообще превратиться в бесконечность. В один разговор о том, что у меня есть вера, я вроде христианин, я хожу в храм, я причащаюсь в храме, я всякие, значит, делаю ритуалы, молитвы, крестик ношу, уж прямо так у нас все любят показаться с крестиками и ещё что-то. А сила-то веры где? А сила веры проверяется исполнением заповедей христовых. И если вот эти ради Христа копты согласились жизнь свою отдать, а в том числе и ради ближних своих, потому что понимали, что ближние тоже христиане, и вот таким образом показав подвиг христианский, они за всех христиан умирают, то мы с вами показываем свою веру Христу, для Христа через исполнение заповедей и через отступление от них в каких-то прегрешениях. И я вас уверяю, кто-то действительно может держаться, может быть, не до смерти, но в какой-то степени тоже достаточно героически, живя в этой жизни и понимая, что вот ты, как христианин, не должен делать каких-то вещей. Каких вещей? Какие показывает наш подвиг веры? Так очень простые. Не кради. Не воруй. Не пожелай добра и жены ближнего своего. То есть заповеди-то понятные. И оказывается, когда мы вот эти заповеди решаемся не соблюдать и отступаем от них на каком-то уровне напряжения, не сребролюбствуй, как говорится. Вот, значит, продай себя там за взятку чиновникам, например. Не, я взятка не беру. Ну, пять тысяч. Не, нет, я взятка не беру. Ну, десять тысяч. Не, взятка не беру. Ну, сто тысяч. Вот все говорят, есть такая поговорка, что нет честных, есть малодающие. И что получается? Получается, что действительно у нас огромное количество всяких вот взяточников, всяких отступающих от законов нравственности и веры, хотя может быть даже таких вот телевизионных звезд и так далее и все остальное. И всего лишь разный уровень искушения у них происходит. И вера на этом уровне вот раз и превращается в ничто. Вот до такого уровня пять тысяч взятка, я еще верующий, я христианин, я еще ничего не нарушаю, а сто тысяч взятка, все, я уже, ну, вот, да, вот у меня дети, мне надо их в Англии учить, у меня какие-то трудности, проблемы и так далее. И уже можно как бы и взять, отступить как бы от заповедей. Вот и все. Вот и все изменение веры. И измерение веры, величины. И вы можете так и сами проверить, на каком уровне вот вы готовы отступить от христианства или отступить от веры, совершив какой-то грех, там, воровства, взятничества, предательства, за деньги предать другого. За отношения даже с другим можно предать другого. Я столько предателей видел, которые от тебя отказываются, потому что им предлагают другие отношения, якобы чуть выше твоих. И они войдут в круг этих людей этого человека, если предадут тебя. И предают. И все, и предают. Вот она сила веры. И на самом деле, если мы с вами посмотрим, то настолько даже православные многие унизились вот в этом вероисповедании до величины своей веры почти в бесконечность, в молекулу, в атом и так далее, каждый день или часто уступая себе в грехах, которые можно было и не совершать. Они совершают. И как-то даже еще так, ну, подумаешь, это схожу покаясь. Как покаясь? Нет, конечно, там эти католики придумали, что можно совершить, потом денег заплатить за индульгенцию, и ты любой грех можешь выкупить. Вроде как бы такое покаяние. Но ведь у Христа-то деньги ничего не значат. На самом деле, оно совсем, ну, как мы и считаем, что это отступление от веры, все такие вещи. и на самом деле, человек-то остается внутри-то с грехом. Может быть, внешне он как-то окупил этот грех, таким образом давая деньги на церковь, а церковь таким образом пользу какую-то приносит своим существованием, своими деньгами. Но ведь внутри-то так и остался, а больше того остается положительное мнение о том, что можно время от времени нарушать. Вот и всё. Вот и вся сила веры. Поэтому время от времени думайте, насколько у вас сила веры, а не самость на самом деле сильная, поскольку не всё определяет силу веры. Некоторые могут представлять себя сильным веры, если посты все соблюдают, например, телевизор не смотрят, у меня сильная вера. А ведь на самом деле это может быть такая показная или выдуманная сила веры, потому что главная сила веры в искренности и жертвенности другим. вот. А если ты ради себя посты соблюдаешь, ради себя телевизор не смотришь, ради себя значит что-то такое устраиваешь и показываешь себя как сильно верующим, это не факт, потому что в это время ближние твои могут быть холодные, голодные. мне очень нравились женщины, которые приходили в храм. Итак, батюшка, давай побыстрее, а то у меня там дома голодные сидят, а они проснулись, им нужно покушать в воскресенье. Вот это вера, вот это она стоит в храме, а думает про своих ближних. Вот это настоящая такая. Так что, дорогие мои, время от времени оценивайте себя, оценивайте, насколько вы. Уж представить, что вас поставили на берегу океана и пытаются вам голову отрежуть, будете ли вы верны Христу, не надо, потому что это тоже может показаться для себя такое видение, бытие, испытание. Это всё жизнь покажет, потому что на самом-то деле мы каждый день все находимся в этом состоянии жертвенности. ради Христа. Но когда эта жертвенность не насильная, а ты ещё и сам должен её проявить, вот это такая высшая жертвенность, что своей волею, своей силой и остальное, вот это такая высшая жертвенность. Вот так. Так что, кроме силы, которые я назвал предыдущие, в душе есть сила веры. и вот мне кажется, что сила веры как раз не зависит от разума. Если предыдущими силами управляет ум, то сила веры это чисто духовное, душевное, по-моему, качество. И сама душа этой силой веры может направлять и ум, и тело, и всё наше сознание на какую-то деятельность. И вот здесь тогда и нужен ум направленной силой веры на какую-то деятельность, чтобы он там не превратился в это. Дай дураку Богу молиться, он и лоб расшибёт. Вот такого показного верующего, который веру свою не на любовь направляет, а на само удовлетворение и показ. Всё, здоровья, мы будем продолжать эту тему потихонечку, задавайте вопросы, вот из этих вопросов и вырастает вот эта тема, и это очень полезно. И поэтому вам здоровья, радости, ну и силы веры большой. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова